В эфире «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. 18 лет лишения свободы на троих суд Самарского района вынес приговор блогерам. Дмитрия Бегуна, Наталью Миронову и Олега Иванца приговорили к реальным срокам заключения. Напомним, их обвиняли в вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Трех самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. Это кадры оперативной съемки. На них Наталья Миронова с частью денег, недавно полученных от потерпевшего Сергея Шатила. По данным следствия, Бегун, Миронова и Иванец вступили в преступный сговор и вымогали у бизнесмена три миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети, якобы компрометирующую его информацию. Сергей Шатила, в свою очередь, обратился в полицию. Тех, кто сидел из камней подсудимых, как показал приговор, сегодня просто вымогатели. Показателям, возможно, кто-то задумается и перестанет обливать грязью людей в эфире, поскольку, если человек, скажем, матом кого-то обругает на улице, он получит 15 суток. За то же самое в информпространстве он не получает ничего. Безнаказанность порождает еще больше преступлений. Напомним, приговор блогерам должны были вынести еще две недели назад, но суд принял решение возобновить судебное следствие в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Тогда в своем последнем слове Дмитрий Бегун заявил, что в ходе следствия на него оказывали давление, но подтверждения этому не нашлось. Дело шито белыми нитками, на этом пока все. В итоге Дмитрий Бегуна суд приговорил к шести годам колонии строгого режима, хотя обвинение просило 9 лет. Наталье Мироновой назначили 5 вместо 8. У обоих были смягчающие обстоятельства. Самый суровый приговор вынесли Олегу Иванцу, который вину так и не признал. Он проведет в колонии строгого режима 7 лет. Хотя адвокаты говорят, ставить точку еще рано. Сильный пожар вспыхнул в доме на проспекте Масленникова. Большинство жителей смогли покинуть квартиры самостоятельно, но пятерых пенсионеров, в том числе и парализованную пожилую женщину пришлось эвакуировать спасателя. С огнем боролись больше 50 пожарных. Лариса Шалафаст, одной из первых, прибыла на место ЧП. Пожар на чердаке 19 дома по проспекту Масленникова вспыхнул в восьмом часу вечера. На место прибыли 12 пожарных расчетов. Людей эвакуировали, территория оцеплена. Когда из-под крыши повалил густой черный дым, большая часть жителей дома находилась во дворе. Я из садика ребенка привела, стояли, все нормально. И вдруг такое пламя, прям сумасшедшее пламя, вот наверху крыши началось. Я гуляла с внуком на улице, и тут мне кричит соседка вот четвертого этажа, говорит, Наташа, Наташа, я не поняла, что такое. Потом подошла, она говорит, у тебя пылает над твоей квартирой огонь. Я скорее побежала, у меня там бабушка с дедушкой, вот всех, то есть документы собрала, их собрала, все и вынес. Тут уже пожарные подъехали. В квартирах на верхних этажах живут пенсионеры. Спасатели эвакуировали пять человек. Помощь людям оказали прибывшие на место медики. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожару присвоен второй повышенный уровень сложности. Также на место прибыли глава города Олег Фурсов, глава района Алла Волчкова, представители управляющей компании и газовая служба. Погорельцы временно расселились у родственников и друзей. Также районные власти подготовили для людей пункт временного размещения. Мы сегодня в школе 144 уже подготовили. Специальное место, где люди смогут и получить питание, где они смогут провести ночь, утро до решения всех вопросов. Полностью потушить огонь удалось через 40 минут. Причина возгорания пожара и ущерб устанавливаются. Авария на воде унесла жизни двух человек. На Волге напротив пристани Осипенко столкнулись катер и рейсовое судно. Девушка-пассажирка катера погибла на месте. Его водитель, пожилой мужчина, позже умер в больнице. Что стало причиной аварии, пока выясняется. Трагедия случилась примерно в 6 часов вечера. Все произошло буквально в считанные минуты. В 700 метрах от берега столкнулись судно на подводных крыльях восход и маломерный катер. Последний почти сразу ушел под воду. Очевидцы трагедии рассказывают, помощь подоспела сразу. Подскочили ребята на лодках, достали кого-то и привезли на берег. Это очень редкий случай. Все удивлены, как так вообще мог бы произойти. Тем более человек, который на самом деле был за рулем, он лет 20-30 ездит на лодках. Он живет на той стороне. Еще удивительно, как вообще все это могло случиться. Молодая девушка-пассажирка катера погибла на месте ЧП. Водитель, мужчина пенсионного возраста, с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где и скончался. В данном месте пересечение судового хода запрещено. Водитель нарушил. Дежурили на нашем пляжу наше подразделение, на пляжу второй очереди зеленая роща подразделения. Услышав звук столкновения, вышли оба подразделения. Тем самым удалось поймать обоих пострадавших. Лодка, разумеется, утонула прямо тут же. После чего передали сотрудникам скорой помощи. По предварительным данным, частный катер двигался с одного берега Волги на другой. При этом восход подавал звуковые сигналы. Что стало причиной столкновения, сейчас выясняется. Опрашиваются очевидцы, устанавливается траектория движения судов, изучается вся судовая документация. По результатам проверки будет принято процессальное решение. Спасатели говорят, такие катастрофы происходят крайне редко, а тем более в черте города. Может быть опасно для жизни и здоровья. Самарские полицейские проверили один из чайных клубов города, где клиентам в том числе предлагалось курение кальяна. А вот что за табак при этом использовали еще предстоит выяснить. В помещении было обнаружено почти 8 тысяч пачек табачных изделий без маркировки. Стоимость изъятой продукции составила порядка 800 тысяч рублей. Где она была приобретена, неизвестно. По данным полиции, владелец изделий 26-летний житель Самары. Сейчас он задержан. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, производства, приобретения и хранения, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками, совершенные в крупном размере, возбуждено уголовное дело. За это преступление предусмотрено наказание от крупного денежного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Несколько дней понадобилось полицейским, чтобы найти родственников несовершеннолетнего мальчика. Басова, трехлетнего ребенка, нашли на берегу озера Готное. Плача с камышей, услышал прохожий. Увидев, что мальчик совсем один, он отвел его в ближайший жилой дом в поселке Водников и вызвал полицию. С его имени малыш назвать не смог. Позже полицейские установили личности его матери и бабушки. На этом у нас все. Вы смотрели сыскное дело. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания.